Привет, дорогие друзья! Сегодня поговорим про уверенность в себе. Многие люди хотят развивать в себе это качество. Давайте зададимся вопросом, что же такое уверенность в себе. Напишите прямо сейчас в комментариях, пока я говорю, что для вас уверенность в себе. Обычно люди отвечают на этот вопрос следующим образом. Уверенность в себе, ну это когда я не боюсь выступать публично. Уверенность в себе, ну это когда я не боюсь знакомиться с девушками. Уверенность в себе, это когда я не боюсь что-то потерять. уверенность в себе это когда я не боюсь что от меня уйдет муж да вот женщины многие говорят что те женщины уверенные в себе которые вот ценят себя и не боятся что от них кто-то уйдет это очень здорово что вы так говорите хотя я вам рекомендую еще сходить в википедию порыться там и дать точное определение хотя на самом деле это вас еще больше запутает потому что происходило очень много исследований на эту тему и каждый исследователь конечно дает какое-то свое определение этому человеческому качеству но давайте разбираться дальше вот я проговорил сейчас какие-то ответы из этих ответов я еще обязательно почитаю ваши комментарии из этих ответов может последовать следующее утверждение что уверенность в себе сама по себе как некий факт она вряд ли существует да она привязана к какому-то определенному контексту какой-то определенной жизненной ситуации как я говорил да не боюсь выступать публично свободно выступаю свободно знакомлюсь с девушками и так далее и тому подобное и вот у меня к вам какой вопрос как же выглядит этот уверенный человек как выглядит человек который уверен в себе скорее всего вы здесь отметите некоторые вещи которые будут выглядеть что он достаточно расслаблен у него расправлены плечи он говорит уверенно у него голос не дрожит и так далее да то есть обязательно в уверенности в себе присутствует некий такой физиологический фактор давайте сейчас рассмотрим один небольшой пример некую метафору уверенности в себе представьте себе что мужчина который долгое время жил в деревне он там вырос до родился и вырос рубит дрова рубит дрова такой накачанный мускулистый такой прям брутальный он рубит если у него не получается там топор попадает на сучок он переворачивает еще раз рубит и скорее всего в этот момент он выглядит как уверенный в себе человек но если в это же место к этой же кучи дров привести допустим программиста который всю жизнь вырос в городе и который всю жизнь программировал и сказать вот тебе дрова вот тебе топор наруби скорее всего первое время он будет рубить очень неуверенно да и он будет может бояться сделать взмах будет задумываться о том если дрова не колется то же самое будет происходить если этого мужчину который вырос в деревне отправить в город посадить его за компьютер и сказать напиши код напиши код программируй скорее всего в этот момент времени этот уверенный мужчина он превратится в неуверенного потому что он сталкивается с какой-то новой неизвестной ему деятельностью и смотреть друзья получается какая история обязательно уверенность в себе она привязана к какому-то контексту я как тренер нлп считаю и глубоко убежден что уверенность это определенная стратегия определенная стратегия поведения и определенная стратегия мыслей мы к этому вернемся немножко дальше что значит уверенность себя и что стоит давайте задумаемся вот о какой вещи что делает человека в себе неуверен напишите в комментариях что вы считаете по вашему мнению делает человека неуверенным скорее всего это какие-то страхи страх неудачи чаще всего да если говорить о знакомстве с девушками нам страшно что нам откажут и поэтому мы скорее всего чувствуем какую-то неловкость либо если говорить про публичные выступления каждый оратор прекрасно знает что когда он выступает на незнакомую аудиторию он испытал испытывает волнение потому что есть страх чего страх неизвестности потому что он не знает как на него будут реагировать люди и вот по моему глубокому убеждению любой человек может стать уверенным в себе если он делает действия по направлению к тому к той ситуации чем чаще он их делает тем он больше становится уверенным да если человек часто знакомится с девушками он скорее всего будет более уверенным если человек регулярно записывает видео для ютуба посмотрите мои первые видео там четырехлетней трехлетней давности скорее всего я там выгляжу даже не очень уверенным мне кажется я глубоко убежден в том что уверенность можно развивать уверенность развивается через действия в этом видео я дам еще несколько техник о том как эту уверенность развивать и вот давайте зададимся еще вот каким вопросом мне будет очень важно и интересно если вы напишите в комментариях как вы считаете уверенность с возрастом она возрастает или уверенность с возрастом она пропадает как вы думаете я даже могу какое-то время помолчать хотя нет лучше молчать не буду потому что вы потом напишите что видео говно и много молчания что я заметил я как специалист в области нлп а специалисты в области нлп очень наблюдательные люди потому что мы изучаем стратегии как правило поведенческие мыслительные стратегии я обратил внимание вот на что когда я учился в училище когда мне было лет 16-17 я в принципе был достаточно неуверенным в себе человеком который много чего смущался много чего не понимал много чего не знал но в моей группе в моем окружении были ребята которыми я просто восхищался потому что они были очень уверенные в себе и когда мы заканчивали училище когда нам было вот по 18 лет у они уже строили какие-то планы они уже планировали что они будут делать как они будут это делать и они это делали но что это на что я обратил внимание сейчас когда прошло уже много лет к сожалению я встречаю тех ребят которые для меня были большим примером для подражания и вижу что они превратились в очень сильно неуверенных людей и проведя небольшой анализ я понял а я стал более уверенным человеком и проведя небольшой анализ я понял вот почему потому что когда мне было лет 16-17 или может даже 18 у меня не было какой-то глобальной цели и у меня не было видение к чему я иду а у тех ребят на самом деле видение было они знали чего они хотят но прошло время и у меня видение появилось у меня появились какие-то большие масштабные значимые для меня цели моих одногруппников многих из них они к сожалению пропали они к сожалению пропали и они перестали видеть долгосрочную на долгосрочную перспективу поэтому на самом деле уверенность в себе она зависит от наших целей она зависит от наших целей и она зависит от того насколько мы верим в достижимости этих целей и вообще само слово уверенность да она от слова верить если мы во что-то верим то мы будем к этому приходить да и мы скоро сейчас уже в этом видео перейдем на уровень убеждений и попробуем разобраться как же мыслит уверенный в себе человек и как мыслит неуверенный в себе человек когда мы вообще задумываемся об уверенности в себе когда мы начинаем об этом думать скорее всего когда мы сталкиваемся с какими-то жизненными трудностями и когда у нас что то не получается потому что когда у нас все получается у нас идет все как говорится как по маслу мы о какой-то неуверенности даже не задумываемся еще многие люди нам подсказывают многие люди из нашего окружения нам говорят что вот у тебя ничего не получится и они бросают зерно которое зерно неуверенности которая про вас к прорастает в вашем сознании и это печально на самом деле поэтому нужно внимательно следить за теми людьми которые вас окружают так вот друзья если перейти на уровень убеждения обратите внимание на тот слайд который я вам сейчас посту не показываю и как думает уверенный в себе человек уверенный в себе человек знает и осознает и понимает что на пути к цели ему придется пару раз обделаться пару раз сделать какие-то ошибки а может быть даже и не пару раз и он относится к этому как обычному жизненному опыту он знает что рано или поздно он сделает какое-то определенное количество ошибок ошибки будут в любом случае при достижении цели но он эту цель достигнет это стратегия успешного человека на уровне убеждений стратегия не успешного человека точнее неуверенного человека как думает неуверенный человек он думает о том как бы на пережить неудачи на пути к достижению цели то есть он тоже понимает что он будет обсираться и не один раз на пути к достижению цели но все его мысли сосредоточены чаще всего на том как он будет себя чувствовать когда он обострется как он будет себя как будут как он будет выглядеть в глазах других когда он обострется и так далее и вот эта фокусировка внимания на том что обо мне будут думать другие люди и это фокусировка внимания о том как же я буду переживать о том что у меня что-то не получилось она на самом деле на уровне убеждений на уровне стратегии очень сильно влияет на нашу уверенность поэтому берите стратегию успешного человека знайте что на пути к достижению цели вы будете делать ошибки но отнеситесь к ним как опыту да как у нас есть в нлп пресуппозиция которая звучит следующим образом нет побед и поражений есть просто обратная связь и это совершенно нормально дальше друзья как развивать как развивать в себе уверенность и давайте начнем с базы первый способ это обратить внимание на тех людей которые демонстрируют уверенность в себе и обратите внимание на их физиологию на их осанку как они держатся как они держатся вот реально физически в пространстве как они потому что в пресуппозиции нлп есть еще одна до которая звучит следующим образом сознание тело это часть единой кибернетической системы и это значит что если мы будем сидеть вот так и говорить вот так то скорее всего мы будем выглядеть как неуверенные люди но как только мы расправим плечи наша физиология меняется у нас начинаются другие процессы вырабатываются определенные гормоны да есть такая вот поза поза победителя когда обратите внимание когда человек завоевывает первое место он делает какие то вот такие вот смахи футболист когда забивает гол человек который достиг какого-то результата которого он очень хотел он как правило делает что-то вот такое да он делает широкий жест и для того чтобы ваша уверенность в себе росла вы можете менять себе физиологию берите маленький успех который есть у вас не знаю вы сделали 10 приседаний сделайте 10 приседаний и сделайте вот так вы прочитали одну страницу книги сделайте вот так уверяю вас если вы будете делать вот я больше чем уверен даже напишите в комментариях как часто в вашей жизни вы делаете вот так скорее всего не часто если вы будете в рамках такого просто упражнения делать вот так 10 секунд в день ваша уверенность в себе автоматически будет возрастать если вы заметили что сейчас даже уже моя физиология и мое мета сообщение да то что я вам невербально транслирую она уже наполняется более таким уверенным посылом это первое второе обращайте внимание на физиологию и пробуйте делать свою осанку и свою позу такой же как делает уверенный человек это вам существенно поможет это если мы говорим и касаемся физиологии второй способ как развивать в себе уверенность есть такая хитрая но перская фишка которая называется рамка как если бы да то есть что она предполагает она предполагает по большому счету вам нужно притвориться что вы уверенный человек то есть когда вы испытываете неуверенность вам просто нужно представить что вы уверены притворитесь что вы уверены начинаете притворяться уверенным человеком и эта уверенность она добежит она догонит вас и вы будете себя чувствовать намного увереннее и здесь мы уже как бы говорим о моделировании о самом моделировании то есть вот второй способ притворяться уверенным или если вы столкнулись с какой-то жизненной проблемой да и не решаетесь принять какое-то решение сделать какое-то действие возьмите пожалуйста и задайте себе вопрос как бы я поступил если бы я был уверен в себе человеке это один способ а второй способ можете представить такого человека который умеет решать эту задачу и задайтесь вопросом желательно представлять уверенного человека и задайтесь вопросом как бы эту задачу решал человек который умеет решать задачу и вот это смена рамки как если бы она вам тоже будет придавать уверенности и будет сдвигать с мертвой точки дальше есть еще один мелперский способ я его называю в принципе она так и называется техника который называется занять пространство где бы вы ни находились в помещении или на улице она такая медитативная трансовая техника для того чтобы начать чувствовать себя более уверенным вам нужно научиться и культивировать в себе это называется занимать пространство но по большому счету чувствовать себя хозяином в этом пространстве и это тоже повышает уверенность ведь согласитесь вы даже знаете если говорить по переговорному процессу если вы переговоры ведете на своей территории вы себя чувствуете более уверенным если вы ведете переговоры на чужой территории вы себя чувствуете более неуверенным так вот для того чтобы эту уверенность в пространстве развивать есть хорошая техника представьте себе что представьте себе свой позвоночник и представьте себе что он светится Прямо вот от основания до макушки головы. Вот у вас есть такой светящийся, яркий, светлый позвоночник, который светится. Вот вы находитесь в какой-то комнате, в каком-то помещении. И представьте, что вы стоите в центре этого помещения. И у вас светится позвоночник. И вам нужно от вашего позвоночника, от основания вашего позвоночника, в четыре угла этой комнаты протянуть такие лучи, тоже светящиеся. прям можно сделать закрытыми глазами это медитация на мини медитация она занимает буквально 10 15 секунд от основания позвоночника 4 светящихся луча в четыре нижних угла и от макушки головы 4 светящихся луча в четыре верхних угла вашего пространства если вы находитесь на улице то просто очертите некую границу пространства и тоже в углы растяните от своего светящегося позвоночника такие светящиеся лучи буквально 10 20 может быть 30 секунд такой мини медитации и вы начнете себя чувствовать хозяином этого пространства когда вы чувствуете себя хозяином этого пространства тогда вы начинаете чувствовать себя более уверенным дорогие друзья подводя итог этого видео мой основной посыл мой основной посыл что уверенность в себе она не существует сама по себе уверенность в себе она существует рядом с каким-то контекстом и чем больше вы будете делать действий непривычных вам и будете верить в то что вы достигнете целей но возможно вам придется ошибиться это такая здравая позиция то вы перестанете быть неуверенным человеком вы начнете лучше осознавать себя то есть неудачи это окей это просто просто классно если допустим я вспоминаю свои первые публичные выступления это была какая-то жесть это была какая-то жизнь сейчас я на них реально смотрю и мне смешно да ну вспоминая их то как я веду себя сейчас хотя тоже бываю неуверенным но конечно сила моей неуверенности во время публичных выступлений она намного сейчас меньше чем она была раньше почему это все приходит из практики вспоминайте этого дровосека которого посадили за компьютер писать код или программиста которого поставили с топором и заставили рубить дрова а потому что уверенность она вот возникает в действии она возникает в действии более того если вы это действие начинаете делать с удовольствием то еще появляется и харизма чем отличается харизматичный человек от не харизматичного харизматичный человек делает то что он делает с большим удовольствием и для того чтобы для того чтобы появилась уверенность нужно просто делать шаги по направлению к своей цели и понимать что нет побед и поражение есть просто обратная связь и концентрировать свое внимание не на неудачах а на том что у вас получилось хорошо это действительно важно подводя итог этого видео могу рассказать вам еще две истории точнее одна история а вторая просто небольшая такая метафора которая смотивирует вас делать больше действий первая история из моего детства я не помню сколько мне было лет наверное мне было лет шесть или даже пять и меня в детском саду отвели в бассейн и инструктор ну как воспитатель инструктор который проводит занятия по плаванию говорит мне прыгай в воду прыгай в воду это классно я смотрю другие дети прыгают я прыгаю окунаюсь в эту воду мне попадает эта хлорированная вода в нос я еще больно ударяюсь пятками одно и я понимаю блин меня накололи меня обманули здесь ничего такого классного нету и конечно же у меня зародилась неуверенность потому что первый мой прыжок оказался не очень эффективным и кайфовым и после этого я вообще не хотел не хотел ходить в бассейн и когда я приходил в бассейн я только спускался по лестнице да вел себя как неуверенный человек и большое спасибо моему отцу за то что он меня брал он когда я был маленький где-то тоже в этот промежуток времени в баню а там был бассейн и он научил меня прыгать правильно и как только у меня начало получаться прыгать правильно у меня появилась уверенность но мне этому нужно было научиться то есть когда мы чего-то не умеем нам кажется что мы в себе не уверены когда мы начинаем пробовать и оттачиваем свой навык у нас начинает получаться и вместе с этим возрастает уверенность и уже когда отец мой меня научил прыгать в бассейн я с радостью бегал на эти занятия по плаванию и еще учил других детей как нужно правильно прыгать и большое ему за это спасибо ну и дальше друзья обратите внимание вот на какую вещь если обратить внимание на то как взлетает реактивный самолет то порядка 40 50 процентов энергии и топлива он затрачивает на взлет и это самая тяжелая задача когда он уже набрал крейсерскую высоту он уже тратит минимум топлива и он парит легко то же самое происходит со спортсменами которые бегают они очень много тратят силы и энергии на старт на старт затрачивается 30 40 может быть даже 50 процентов энергии а потом когда они уже разогнались они уже делают это легко почему я сейчас привожу этот пример и даже любое растение любая семечка которая сидит в земле ей для того чтобы росток пробился сквозь землю нужно потратить очень много сил и энергии раздвинуть камни пробить землю до прорваться туда но потом она уже растет спокойно и легко и почему я сейчас об этом рассказываю потому что мне очень хочется чтобы вы были смелее в своих действиях потому что самые первые действия они на самом деле самые тяжелые именно там может возникнуть неуверенность которая может отвернуть вас обратно от ваших целей но вы должны твердо верить вы должны твердо верить в то что после того как вы несколько раз подкнулись вы обязательно научитесь делать это хорошо и я специально не убираю хотя меня бесит мои старые видео ну по-хорошему бесит мне не нравится как я там выгляжу да но я их специально не убираю почему потому что я хочу быть примером я хочу чтобы люди смотрели и мои старые видео и сравнивали с моими настоящими видео и понимали что уверенность она приходит в процессе действия не более того поэтому дорогие друзья большое спасибо за просмотр этого видео делитесь этим видео со своими друзьями обязательно пишите комментарий помогает ли вам мои видео становиться более уверенными и полезной ли какую из техник вы бы взяли для себя либо вот эту либо занимать позу как уверенный человек либо рамка как если бы да как бы я притвориться притвориться уверенным человеком либо задать себе вопрос как бы я себя вел если бы был уверенным человеком ну и конечно же техника с четырьмя светящимися нитями тоже очень хорошо помогает напоминаю вам что у меня на канале ведется розыгрыш кто будет больше всего и активнее всего комментировать тот получит когда мы наберем 1000 подписчиков право на участие в курсе нлп практик совершенно бесплатно на этом на сегодня все пока пока